Любой профессиональный художник должен уметь рисовать декоративный штамп изображаемого предмета. В данном случае мы с вами разберем декоративный штамп рисования портрета человеческого образа. Учимся у великого Леонарда, вот его рисунок Мадонны. И сейчас мы покажем, какой декоративный штамп вы должны иметь у себя перед внутренним взором для того, чтобы нарисовать с натуры портрет человека. Вот давайте помним, да, что это голова, это шар. Давайте вот прежде всего шар нарисуем, да. Шея это цилиндрик, вот. И вот посмотрите, наш шар, он всегда имеет точку сборки, вот она, там и кости сходятся. И давайте мы оттуда и поведем среднесерединную линию, как на леонардовском рисунке, этот же сделаем наклон. Мы все время будем от нее отталкиваться. Дальше смотрим, сколько волос, да, сколько волос в данном случае, вот такая вот шапочка у нее. Две трети занимают волосы, одну треть занимает лицо. Вот. И вот оно, видите, вот это вот бамхуэй называется, это точка. Вот отсюда пошло три четверти и голова вниз. Так, теперь пошли дальше. Надбровные дуги. Ищем, да, где надбровные дуги. Вот они пошли. Так, ну допустим, лоб вот отсюда идет, да, а вот эта чалма как бы находит сюда, да. Эту чалму пока не будем рисовать. Вот лоб, да, человека. И сразу же переносится. Прямоугольничек. Вот он. Да, и смотрите, этот прямоугольничек имеет боковушку, да, как кирпичик. Низ прямоугольничка. Ноздричка. Так. И надбровные дуги в одну сторону от переносицы и в другую сторону. Допустим, бровь пошла так. И сразу же вторую бровь рисуем. Если мы рисуем парный орган, его надо сделать сразу же. Давайте свет пустим отсюда. Так. Значит, если мы свет пускаем отсюда, то глазная впадина, вот она, да, она будет у нас. Давайте от носа начнем. Носик. Вы должны примерно знать, что вы вот так выстроите нос, так. А глазная впадина, вот она, да, так. Как если бы мы рисовали череп. Так. Есть. Дальше что мы смотрим, когда мы рисуем портрет человека, да? Волосы потом нарисуем, да, мы будем знать. Или головной убор. Нам главное посадить слезнички. Вот они, да. Значит, если вы один слезник делаете, то сразу второй. И мы вставляем в глазные впадины шар глаза. В данном случае у нее опущен глаз вниз, значит, верхнее веко. Раз. Смотрим, да. Вот так оно опущено, да. И сразу же второе, теневое верхнее веко. Раз. Посматривая на это. Два. И смотрим, чтобы вот эти точки, да, тоже были вот на этой линии, да. На линии шара. Овал шара везде идет. Видите, надбровные дуги, овал шара. Слизник, уголок глаза, овал, да, шара. И все это держится на вот этих овалах. Дальше. Смотрим, куда смотрит радужка. В данном случае у нее радужка смотрит чуть-чуть влево и вниз. И она, конечно, прикрыта, потому что у нее взгляд вовнутрь идет. Сразу вторую радужку смотрим, рисуем. Такую же, такую же. У нее взгляд не должен косить. Взгляд должен смотреть туда, куда, ну, человек направляет свое внимание. Дальше. Зрачочки. Куда смотрят? Одинаковые зрачочки должны быть. И насколько, смотрим, насколько они прикрыты верхним веком. Есть, да? Все находится на одной овальной территории. Вот этот овальчик. Держимся за нее. Так. За эту линию. Теперь смотрим, сколько у нее места занимает белок глаза. А это нам покажет нижнее веко. Нижнее веко всегда вот оно, тоненько. Так. И сразу у второго глаза нижнее веко. Вот оно. Так. А теперь посмотрим, как будет освещено. Да? Конечно. Вот сюда будет темнее немножко. Да, это же шар глаз, да? Да? Вот. А у этого больше теньки будет, потому что это теневой глаз. А зрачок и радужка наоборот, потому что они по законам стекла. Вот здесь будет темнее. А вот здесь рефлекс по законам, как стекло мы рисуем. А здесь рефлекс. Вот. Что делаем с белками глаз? Белки глаз не надо белилом рисовать. Их надо обязательно сделать такими нейтрально-серыми. И обязательно сделать карнизную тень от верхнего века. Обязательно. Иначе будет, ну, как таращиться человек. Нам этого нельзя позволить. Вот. И нижнее веко. Вот здесь немножко будет собственная тенька. Вот здесь побольше она будет. Все. Глаза есть. Дальше пошли. Следующий овал. Это наши скулы. Скулы. Вот она, скулочка. Вот она, вторая скулочка. Возвышенность. Да? Вот. Возвышенность. Да? Бровки. И вот вторая скулочка. Вот здесь обычно женщины румянцы себе, да? Накидывают. И мы тоже, да? Давайте вот так румянец сделаем. Ухо. Ухо. Ухо сажаем обязательно. Ухо всегда находится или чуть-чуть напротив носа, или у дворян, или чуть-чуть ниже носа. У крестьян. Ухо рисовать – это отдельная история, да? Ну, мы знаем, что оно должно быть примерно напротив носика. Дальше пошли носогубные складочки. И вот эта вот стекающая, да, такая полосочка, откуда влага стекает из носа. Вот она идет, видите, по средней серединной линии. И она натыкается на вот эту, на вот этот ротик, который, который у нас, у Леонарда идет вот как. Так, так, верхняя губка, серединка нижней губки. И вот здесь вот такие вот впадинки, знаете, но никогда не рисуйте такой сильный разрыв рта. Конечно же, верхняя губка будет меньше освещена, а нижняя будет хорошо освещена, и под ней будет впадинка такая, знаете, перед тем, как по средней серединной линии выстроить подбородочек. Вот он. И даже у некоторых на подбородочке есть ямка, да, она тоже идет по средней серединной линии. Все. Вот эта территория, ну, допустим, да, допустим, она одета, да, так вот, одета в какую-то, в какую-то чалмичку, да, там чалма у нее идет. Или волосы, это отдельный разговор. Сейчас мы говорим только о светотени и о штампе декоративности лица, который должен быть у вас перед глазами. Вот, конечно, как если на шаре вы будете выстраивать светотень, вот у вас пойдет светотень. Помните? Мост, да, отсюда свет. Конечно же, конечно же, вот здесь будет маленькая светотень, вот здесь полутончик. И вот, вот здесь вот бородочка. И вот подбородочкой небольшая светотень. Здесь полутон закругляющий будет. Вот. Нижняя губка. И сразу, вот давайте, допустим, ушко тоже будет в тени, да. Давайте, допустим, шар головы, допустим, там у нее, да, какая-то еще одежда на голове, да. И вот, смотрите, стекли светотенью по шару, а потом нам надо этот шар одеть на вот этот цилиндр шеи. Посмотрите, вот она, это среднесерединная линия, которая, помните, от макушечки, шла сюда, через центр носа, через центр губок, через центр бороды. И зашла под бородочку и вышла на середину шеи. Там, где, вы знаете, кадык, 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 да, такая вот косточка. И вот яремная ямка. Да, мы сюда должны прийти. Какую светотень от шара на цилиндр, пустим, вот какую, да. Помним, да, по начертательной геометрии, как у нас идет падающая тень от шара на цилиндр. Вот, мы соединили, да, шар с цилиндром, вот этой падающей тенькой. Вот, а теперь сам цилиндр, вот будет тенька, да, собственно. Собственно, тенька, которая будет сюда-сюда спускаться. А здесь полутон будет, вот здесь будет свет небольшой, здесь тоже полутон. А яремная ямка, посмотрите, вот где будет тенька у яремной. И потом уже следующее движение, это уже ключицы, капюшонная мышца, которую мы рассмотрим с вами позже. Но пока мы здесь, вот, в предплечье, да, перед тем, как рисовать плечи, мы с вами от вот этого цилиндра сделаем падающую тень уже на торс. От цилиндра на торс, падающая тень. Это собственная, да, это падающая. Вот он, светотень человеческого лица, которую вы можете беспрерывно практиковать. Что бы мы ни делали, давайте вот посмотрим другие леонардовские рисунки. Какие бы он ни делал образы, он все время просматривает среднесерединную линию лица. Да, вот почти профиль. Это, по-моему, Иоанн Хреститель из росписи про Иисуса. Вот пошла светотень от среднесерединной линии. Вот среднесерединная линия превращается в профиль. И давайте, откуда свет падает? Да вот откуда он падает. Да, поэтому Леонардо рассуждает. Вот здесь свет, а здесь уже тенька пошла. И посмотрите, какое прекрасное у него соединение волос с лбом. Вы же понимаете, что волосы – это поросль. Это как лес растет из земли, вот так у нас волосы растут из головы. И как эти волосы спускаются по шару. У него каждая голова – это шар. Пока вы не сделаете имитацию шара светотенью, у вас не получится портрет. И, конечно же, надо делать имитацию шара глаза, вставленную в глазницу, и имитацию дыры, такой глубокой дыры рта. Мы должны показать, что это дыра. Туда человек закидывает еду, разговаривает. И вот она, собственная, переходящая в падающую и вставление в шеечку. И все это так нежно сделано. А опять же, почему? Потому что он знал схемы. Леонардо постоянно делал схемы геометрических предметов, которые соединяются друг с другом. И все это так нежно сделано.